Добрый вечер! Сегодня у нас лекция, которую мы, лектория Политического музея, очень давно хотели провести, потому что это очень дорогой для нас лектор, который, наверное, даже не нуждается в представлениях, знаменитый профессор, биолог, нейролингвист, заведующая лабораторией интенсивных исследований Занкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская. Спасибо большое! Петербургская духовная академия, куда меня позвал, попросил выступить, и меня, я не могла отказаться, потому что архиепископ, я думала, архиепископ это вообще что-то, чего никогда не бывает, вот на самом деле, думаю, милостивый Боже. Думаю, а что же я там буду делать? Это было страшно интересно. Вот просто вот ничего не ожидала из того, что там было. Большой зал народу был, и вопросы были просто убивающие. То есть это не было... не только ничего дремучего, а было совершенно очевидно, что эти люди, можно было им только позавидовать, как их учат. То есть они получают потрясающее образование. А я потом блины ела с архиепископом, я вам хочу сказать. Да, и я ему говорю, а вы вот почему это вот? Зачем вам это надо? Он говорит, потому что я не хочу, чтобы они жили в гетто, как он выразился. Это здесь такая идеальная обстановка. Это, кстати, точно. Это просто рай какой-то. Вот из ада в рай переехала. Вот. И... Но они же выйдут в мир потом. Им нужно знать, как выглядят реальные люди. Это я им как бы в таком контексте. Ну вот. Но в том смысле, что наука – это не что-то, что очень далеко, и что не все ученые сухари, и что это интересные вещи, что это вопрос споров, что это не что-то, что разделено там стеной какой-то. Это я не просто так говорю, это все про то же. Ну вот. Во-первых, я видела эту выставку сейчас, и она потрясающая. Я вам очень советую, кто не был, вот пропишущие машинки. Она очень изящная, с большим вкусом, и очень умная, и трогательная сделана. Так вот, о пишущей машинке к компьютеру. Я думала, как ее построить, чтобы это не было банально. Ну вот я не знаю, у меня получится или не получится. Я понаделала картинок, презентацию буду показывать. А вот как дальше? Пойдет, посмотрим. Здесь вот Ундервуд, как видите, дальше, вот это вот с пятнышками, это наш мозг так выглядит, между прочим. Если маленький-маленький кусочек его взять и сильно увеличить в электронном микроскопе, и он, конечно, покрашен разными веществами для того, чтобы было видно. И разные клетки, соответственно, разного цвета. И вот когда на такое... Ну, а это понятно, что. И когда на такое смотришь, то помимо... Я много видела картинок мозговых. Сейчас даже существует такое направление, байо-арт называется. Этот байо-арт, это реальные научные картинки, то есть реальных мозгов, без никаких там фокусов нету. Вот, но просто очень красиво. Там призы за это даются мировые. Но это реальные, я повторяю, это научные картинки. Это художник здесь не работал. Так вот, когда я на такие вещи смотрю, я думаю, а как вообще это может быть? Ну, вот такая нейронная сеть. Как по ней хоть какой-нибудь сигнал, хоть куда-нибудь может прийти? Просто вот чем больше я про это знаю, тем крупнее мое отчаяние, я бы сказала. Потому что... Ну, тоже довольно банальную вещь я сейчас сказала, потому что я знаю, что я ничего не знаю, как бы этому тысячи лет идут. И мы понимаем, что это так. Но я правда на протяжении своей собственной жизни убеждаюсь в этом, что вещи, в которых я была уверена там 20 лет назад, я сейчас могу только смеяться над этим. Например, мне очень смешно, когда я вспоминаю свою докторскую диссертацию. Просто умираю от смеха. Потому что она была посвящена там всякой эволюции в связи с правым и левым полушарием. Уже развенчано все это. Нобелевская премия, между прочим, была в свое время дана. И все это вызывает, я говорю, у меня сейчас так саркастическую улыбку. Но и чем дальше, тем больше. Вот уже казалось, что ну хорошо, ну вот это-то. Слава тебе, Господи, это узнали. Чего узнали? Мы чем дальше, чем больше мы фактов видим... Я приду к теме, вы не думайте, что я так. Чем больше мы фактов видим, тем хуже. То есть у нас вот Саша мне сказал, что Анохин здесь, да, выступал у вас? Да. И он мне друг и товарищ. И мы у нас очень такие короткие отношения дружеские. Мы коллеги. Конечно, и он потрясающий ученый. Но мне даже надоело с ним ругаться. А уж как ему надоело со мной ругаться, я даже боюсь представить. Потому что я говорю, а какой смысл собирать эти данные? Понимаете, вот я к этому приду в какой-то момент. У нас, значит, там сто с лишним миллиардов нейронов в голове у каждого. Математика не моя сильная сторона, честно скажу. Я даже не знаю, как я школу закончила. Но, тем не менее, сто миллиардов у каждого из нейронов есть связи с другими частями мозга. И этих связей может быть от 10 тысяч на каждый нейрон до 50 тысяч. Кто в отличие от меня умеет считать? Я-то списала ответ. И списала я ответ такой. Получается квадриллион связей. Это выходит за пределы не просто моих знаний, но даже понимания, как это может быть. То есть это больше, чем элементарных частиц во Вселенной. Это запредельная цифра. И это находится в голове у каждого из нас. Так вот, наш спор с Анохиным сводится к следующему. Он говорит, но это мы пока как бы мало знаем. А вот там все выше и выше и выше. И вот скоро узнаем, значит, про каждый нейрон. Я спрашиваю, а зачем? Мне зачем знать про каждый нейрон? А что я с этим буду делать? Ну, вы представляете, 100 миллиардов сведений, да? А еще умноженных на связи. А что я делать с этим буду? Мне эти знания не нужны. Просто вообще не нужны. Не потому, что я лентяйка, хотя и это есть. Но в данном случае я не к этому клоню, а к тому, что это информация, которую нельзя переварить. Мы попали в очень... Вот то, что я буду рассказывать, это как бы иллюстрация того, вот что я сейчас произношу. Мы попали в какую-то странную позицию такую. Вот пару лет назад в Сан-Диего был нейроконгресс. Но они там то ли каждый год, то ли раз в два года происходят. И поскольку... Да, у участников 30 тысяч. Понимаете? 30 тысяч участников одного конгресса. Поздравляю присутствующих. Это еще не все. Потому что там, скажем, было, ну, 4-5, хорошо, пусть 6 устных докладов Нобелевского уровня. То есть самые звезды и звезд. Все остальные – это постеры, значит, по стенкам. Если эти постеры вывесить в одну линию, то получится чудесная, вдохновляющая цифра, а именно 24 километра. Значит, 24 километра неких текстов. Их разве что в постмодернистском духе можно рассматривать. Понимаете? Речь не может не только идти о том, чтобы их прочесть, или тем более обдумать. Мимо них даже пройти нельзя. Мимо них можно только проехать. Так а зачем они нужны? Понимаете? Каждый день в любой из моих областей, поскольку я работаю в нескольких науках, выходит в каждый из них, выходит несколько десятков статей. Я давным-давно махнула рукой. Это невозможно прочесть. Понимаете? Невозможно. Значит, тогда что делать? Тогда я говорю, что делать, а я делать буду следующее. Я знаю несколько человек в мире, чье мнение мне интересно. Вот их и читать буду. Но это же порочная идея, потому что могут оказаться и те, кого я не знаю, которые замечательные вещи делают, и я никогда не узнаю об этом. Оправдывает меня только то, что и с остальными, со всеми людьми такой же базар. Значит, так я к чему говорю? Мне не нужна информация о каждой из этих точек. Она мне не поможет. Она мне только ухудшит жизнь. Ну, посмотрим все-таки, что несмотря на это мы можем сделать. Вот это XVI век, и вот этот самый человек, Гесснер, он уже тогда страшно заволновался по поводу того, о чем мы, собственно говоря, сегодня будем говорить, а именно, как же быть с техническими нововведениями. То есть появилась книга «Печатание», и это разрушит нам все человечество, потому что ни к чему знание в массы до добра не доведет. Это все испортит. И, в общем, как же тут быть? Поэтому волнение, о которых я отчасти сегодня скажу, насчет того, как в современной технологии портят мозг. Портят не в буквальном, понимаете, вот иногда люди думают, что портят дисплей компьютера, который направляет на меня излучение. Вот это не про то. Вот это вот, как раз там ничего нет. Речь идет о когнитивных вещах, о которых я и буду говорить. Но эти волнения были и давно. Это не сегодня началось. Что вот как новенькое что-нибудь появится, оно нам все испортит. Я хочу обратить внимание на вот эту вот книжку. Я даже советую ее прочесть. В ней самое главное, это кто ее писал. Это Эрвин Шрёдингер, один из создателей квантовой механики, то бишь физик. И он в 44-м году, 47-й это уже перевод, в 44-м году в Англии издал книгу «Что такое жизнь с точки зрения физики». Это очень замечательно, потому что он великий физик, и нетривиальные вещи, естественно, пишет, будучи великим физиком. Кстати, вчера в Духовной Академии, вот никогда не знаешь, где нарвешься, потому что эти молодые люди, которые будут батюшки, которые будут служить где угодно. Вот вопросы, которые они мне задавали, там несколько вопросов было, ну просто, вообще насмерть. Например, а как отличить жизнь от нежизни? Я имею в виду не живое от мертвого, а вот живая материя, вот чем она отличается от нежизни? Ничего себе вопрос. Это вот уровень вопроса. Потому что, может ли, например, эволюция таким образом пойти, что что-то, что было неживым, вдруг станет живым? И вообще на это есть ответ, только не я тот человек, который должен рассказывать, я просто намекну. Это, например, кристаллы. Кристаллы очень подозрительные вещи. У них какие-то взаимоотношения со степенями симметрии какие-то особые. Они, так сказать, одной ногой в неживой природе стоят, а другой ногой уже вроде бы и в живой. Но я повторяю, это не я человек, который должен про это говорить. Я этот пример привожу только для того, чтобы сказать, что это вопрос непростой. Это не то, чем камень отличается от цветка или там от птички. Вот я, кстати говоря, отчасти мы на эту тему говорили. Я записывалась несколько дней назад у Ковальчука в передаче «История из будущего». И я думаю, ну отчего? Он обычно все вопросы задает. Думаю, сейчас мы его приложим, правильно? Я ему говорю, как физика вас спрашиваю, чем живое от неживого отличается. И вот он начал про эти симметрии. Это очень интересная вещь. Это выйдет 20-го, что ли, числа. В общем, к чему я говорю? К тому, что Шрёдингер, в частности, говорит, универсальные знания нам нужны. Универсальные – это значит один и тот же объект. Вообще-то говоря, должны изучать разные науки. Это не то, что химия занята химией, физика – физика, биология – биология, литература – литература. И вовсе нет. Вот они все вместе должны крутиться вокруг реальных объектов. Когнитивная наука – это моя территория. Вообще, я должна сказать, что мало есть слов, которые я так ненавижу, как когнитивные. Это так же, как до этого. Я считалась главой Петербургской психолингвистической школы. Вот именно тогда я испытала особую ненависть к слову психолингвистика. Потому что в нее попадало все. Так, как теперь в когнитивную науку. Мне даже стало интересно. А есть что-нибудь, что туда не попадает? Потому что вот здесь вот написаны, конечно, основные вещи. И это правда. Но я думала, ну хорошо, уж, наверное, металлургия сюда не попадает. А потом думаю, а если исхитриться, то какой-нибудь такой специальный ход мысли, который дает новый металл, которого вообще в природе нет. То есть при желании можно все вписать сюда. Мне чем и не нравится это. Что это какое-то… В общем, здесь что-то не то. Я бы сказала… Я бы на две вещи обратила внимание. То есть здесь все вещи, конечно, важны. Но я бы… Вот в данную секунду я бы обратила внимание на искусственный интеллект, потому что от него нам опасность есть, которая довольно близко от нас находится. Я замечу, мне ретроградка. Я в компьютере провожу много часов, к сожалению. И… То есть я ориентируюсь в это. Не то, что я там пером пишу. У меня есть, между прочим, друг один. Вы уж меня простите, это моя манера говорить. Вот я как могу, так и говорю, иначе не могу. Он академик. Я не назову его имя. Друзья, один к одному. Он специалист по Серебряному веку, возможно, лучший. Прелестный человек вообще и все. Это он недавно, примерно год назад, от меня узнал, что есть атомы. Был возмущен. Да. А почему… Я говорю, ну ты же не знаешь, что… Не знаешь, что атомы есть. Я совершенно зашлась. Он говорит, а почему я должен знать? Я говорю, ну, например, потому что ты из них состоишь. Я состою из атомов? Я говорю, придется признать этот факт. А я говорю, а ты сомневаешься? А почему? Крепко сидите. Потому что мясо не может состоять из атомов. В этой фразе много прекрасного. Во-первых, он мясо, во-первых. Ну и так далее. Я говорю, а рыба? Раз так пошло дело, такой дискурс пошел. Я говорю, а рыба? Задумался. И говорит, разве что чешуя. Ну, думаю, дело пошло. Я говорю, а какая чешуя? Покрупнее. Я говорю, ну, как у карпа, например. Но народ там лежал, на полу лежали люди просто. Как у карпа. Я говорю, ну, хорошо, пусть будет как у карпа. То есть такая большая чешуинка. Я говорю, а сколько атомов, как ты думаешь, в этой штуке? Долгая мысль, значит, там работала. После чего он сказал, штук сорок, я думаю. Тут я решила, заканчиваем это. Я к чему говорю? К тому, что я все-таки знаю о том, что есть атомы. И как работает компьютер и так далее. То есть я не к тому, что я это зачеркиваю. Это бесполезно зачеркивать, это современная жизнь. Она таковая, она уже другой не будет. Но опасность здесь есть, я об этом скажу позже. Очень важную роль играет во всей этой истории философия. О чем мало кто подозревает, кстати говоря. Я вам скажу, почему. Из того, что эта пугалка, которую я рассказывала про эти квадриллионы, нам намекает на то, что мы, вероятно, не то ищем. Что мы неправильно ставим вопрос. Что вопрос не в технике. Что вот сейчас мы видим вот с таким увеличением, а там поработают поработают инженеры, мы будем видеть вот с таким увеличением. Вот это нам не помогает. Это значит, мы плохо думаем. Мы не плохо измеряем, а мы плохо думаем. Значит, нужен умный философ, что нетривиально. Умный я хочу заметить. Умный философ, который должен сказать. Вы неправильно ставите вопрос. Надо иначе ставить вопрос. Еще умный философ, либо тот, либо, если повезет, еще и другой. Если вдруг два найдутся умных философа, то тогда интерпретация. Понимаете? Я получу эти 30 тысяч тонн фактов, и что дальше с ними делать? Кроме как потерять. Ну, просто выбрать эти все. Так тогда чего работать было? Ну, в общем, философия, мне кажется, в ближайшее время, это, разумеется, не особая философия, то есть аналитическая философия, эпистемология, это вот такая философия. Она нужна в этой истории как инструмент. Она не для красоты нужна, не для того, чтобы вот какие мы молодцы. Мы можем не только ручку крутить там, включать компьютер, но еще и во какие мы. Не во какие мы, а это основное. С этого надо начинать. Я вот студентам голову морочу, говорю, если представить себе, что там фея, появляется фея, и говорит мне, так тебя люблю, вот все сделаю, что закажешь. Я как дурочка, ей говорю, к примеру, хочу знать, где сознание находится в мозгу. Но после этого меня надо, конечно, к врачу вести, если я такую вещь скажу только. Потому что это вещь безумная. Но, предположим, я ее все-таки сказала. Она скажет, очень хорошо, я сейчас исполню. Только ты мне скажи, как это выглядеть должно. Ты, что я должна тебе показать, чтобы ты мне сказала да? Вот именно на этот вопрос я ответить не могу. Потому что я всегда скажу, чтобы... Я работаю с институтом мозга, вижу томограммы всякие все время, то есть я знаю, как это происходит. Я сама, всегда сама себя и убью. Я скажу. Здесь была память, здесь был язык, здесь были ассоциации, здесь была вообще слишком трудная задача. А здесь были зрительные процессы, а здесь артикуляция была. То есть я отмажусь в любом случае. А как должно выглядеть то, с чем я сама буду согласна, что это сознание? Вот под угрозой расстрела никто не ответит. Если бы здесь Анохин, кореш мой, извините, сидел, он бы сказал, «Сознание – это свойство всего живого». Всего живого? Сознание? Не рефлекс, а живого. То есть инфузория – туфелька, значит, если я на нее моденским уксусом плесну или лимонным совом, она оскорбится, значит, и отвернувшись уплывет, да? Так расстроится она. Она не потому уплывет, что уксус на нее подействовал. Просто как на объект, да? Живой. Возможно, живой. Вот. Потому что у нее… Мы так не договаривались, скажет. Тогда хорошо. Огурец тогда уже съесть нельзя, да? Ему… Это как бы оскорбительная вещь. Что нам делать? Значит, делать нам вот что. Нам нужно договориться, что мы понимаем под сознанием. Вот это-то тут все и заканчивается. Вот с этим совсем плохо. Потому что этого нет определений. То есть их сто тысяч, но они все негодят. Огурец. Эволюция жизни нашей еще до того, как дело дошло до пишущих машинок, это вот такой вот путь. Я не буду читать то, что вы сами можете прочесть. То есть это от простого к сложному. Усложняется очень. И продолжает усложняться. Из всего, что мы знаем. Это важная добавка, потому что это из всего, что мы знаем. Есть масса всего, чего мы не знаем. Самое сложное, не сопоставимое ни с чем, кроме как с Вселенной. Это наш мозг. Запредельно сложная система. Поэтому в некотором смысле есть даже какая-то глупость в том, что мы его изучаем, потому что никакая система не может изучать систему, которая сложнее, чем она. Вспоминаем Геоделя или кого хотите вспоминать. Но она заведомо сложнее, чем кто. Чем кто. Когда мы говорим, мой мозг, мой мозг, это чей мой? Кто чей? Кто кому хозяин? Я распоряжаюсь мозгом, что ли? Ну это разве что, если у меня совсем интеллект отсутствует, тогда я могу такое думать. Это он мной распоряжается? Еще как? На полную катушку. Тогда встает другой вопрос. Вы говорите, я, мой мозг, он вот такое-то делает, а я думаю вот что. Так. Взялаем паузу. Тогда задается вопрос, правильный вопрос. Вы хотите сказать, что ваш мозг и вы, это разные, разные кто? Разные личности, разные что? Вот я даже не знаю, как ответить, но я точно могу сказать, да, разные. Вот кто разные, хотите личности назовите, кто, но я не знаю, но во всем, я не равна моему мозгу. А как это может быть тогда? Как бы где эти лакуны? Но тут есть такая вещь, как то, что сумма частей не равна целому. Вот есть такая неприятная история. Тут то, что Юрий Михайлович Лотман, с которым я имела счастье много и счастливо общаться в свое время, он, как все, что он говорил, говорил гениально. А именно, если теленка на бифштексы, значит, разобрать, то обратно он не собирается. Вот из бифштексов теленка вот не получается. Это ровно то, чем мы заняты в науке. Вот ровно оно и есть. Вы думаете, что чем больше мы накроим, я когда дурочка совсем была, я думала, хорошо, вот мозги там, посмотришь, что в мозге делается. Это в каком смысле посмотришь? Ну хорошо, открыли, предположим буквально. И что ты там видишь? Что там, деепричастия лежат, что ли? Или глаголы? Что там лежит? Концепты там лежат? Там лежит нервная ткань. Больше ничего не лежит. Но мы-то ведь не это хотим. А кстати, на вопрос, а что мы хотим? Вот это опасный вопрос. Я над этим последние несколько месяцев думаю, не придумала ничего. А вопрос сама себе я ставлю так. Мы что собственно ищем в мозгу? Мы ищем адреса? То есть в конечном счете мы что хотим узнать? Этим вся нейронаука всего мира занята. Что делается в мозгу, когда он поет? Что делается в мозгу, когда он считает? И в каком месте? Что делается, когда он краба ест? Что делается, когда он котлету ест? Мы вот это ищем? Ну вот привет. Ну понимаете, это вопрос слабоумных. А зачем? Зачем информация об адресах? Их, во-первых, там нет. Для начала их нет. Потому что это нейронная сеть, которая играет как мощный оркестр. То есть там нету места жительства, нету этих. Это только на старых картах мозговых, старых веков. Там бы, они кстати, прелестные и романтичные. А именно там написано, там, здесь там платоническая любовь, здесь не платоническая любовь, здесь верная дружба, здесь застенчивость. Представляете, вот времена были. Расписан мозг по всему. Там пилочка для ногтей, там, щипчики для крабов. То есть весь мозг расписан под адресом. Вот этого ничего нету. А где оно тогда? Ведь оно там есть, в мозгу мир. Где? А вот не знаю где. Оно ходит там, это океан такой. Теярда Шарден, если кто не читал, то очень советую, а кто читал, но давно, очень советую перечесть, замечательная книга. Он пишет, история жизни есть по существу развитие сознания, завуалированная морфология. Непростая фраза. То есть он хочет сказать, что вообще все это развивалось для того, чтобы в итоге появилось сознание. Вот тут и все это завуалировано морфологии не в лингвистическом смысле, а в смысле тканей. Что вот для этого есть мозг, к примеру. То есть оно утоплено в теле, как бы. И вот в этом смысле завуалировано морфологией. Ну хорошо. Тогда задаю я, я уже многим задавала этот вопрос, и вообще у меня основная роль, я всех мучаю вопросами. И вопрос, я задаю так, сознание тогда это функция сложности, да, то есть все развивается, еще сложнее, еще сложнее, еще сложнее, еще сложнее, получите мозг человека, у которого есть сознание. Если так, тогда у нас нет никаких оснований считать, что сознание, в каком бы смысле мы про него не говорили, не появляется в искусственном интеллекте, потому что искусственный интеллект становится все мощнее, и в этом одна из опасностей, во мне есть такой порочный алармизм, но я тем не менее правду говорю. Искусственный интеллект, который мощнее нас по скоростям уже давным-давно, я, кстати, в Сапсане ехала, открыла интернет, а там пишут, только что, сегодня было, вот все-таки эти бесы мелкие гуляют, они же мне подсунули именно эту статью, правильно, могли не подсунуть, и там написано, сегодня это произошло, значит, программа компьютерная обыграла чемпиона мира по ГО, не в шахматы, в которой давным-давно все закончено, потому что там перебор операций, в ГО, и они далее, как вчера, это вот я говорю, следят, большой брат следит, я не далее, как вчера в этой, в духовной академии, я говорю, вот в ГО говорю, никогда не переиграют, представляете, и тут же удар, чтобы слишком много про себя не думала, почему я говорила в ГО, потому что там интуитивные шаги есть, это не перебор операций, как в шахматах, где по определению выигрывает компьютер всегда, потому что триллионы операций в секунду и бесконечная память на все ходы, которые вообще были сделаны, человек не может играть в такую игру, и все, это закрыто, но я-то надеялась, что хотя бы в ГО, да, или в Нарды, да, потому что кости, да, вероятности, значит, ты кидаешь, оно что-то выпадает, а после этого, да провались ты вообще, я вот так пойду, без объявления войны, то есть никакой ни Аристотель, ни Декарт там не участвуют, истерический ход, просто я говорю, а пойду так, и все, так хочу, и выигрываю, вот теперь объясните, почему. то есть здесь другие механизмы, я говорила, вот искусственный интеллект с этой ситуацией не справится никогда, так же, как пирог хороший он не спечет, то есть хороший спечет, а совершенный не спечет, и это нам приятно. вот в чем дело, пожалуйста, получи фашист гранату, они мне говорят, обыграли чемпиона мира погод, так что искусственный интеллект, вот эти все штучки, понимаете, если сознание, это то, что вырастает из сложности, то ждем, а что из этого следует, из этого следует, что у него, что значит сознание, в таком смысле, как мы сейчас обсуждаем, это значит, что у него появляется я, он личность становится, вы представляете, отпад какой, он не просто хороший компьютер, а он личность, он знает, что он, это он, тут есть о чем подумать, но не на ночь, и да, что он, это он, более того, у него, значит, есть свои планы, мотивы, и желания, у него есть свои цели, в которые мы не входим, и это не предмет, фантастического романа, хотя выглядит так, а это правда, тут один способ есть, но я думаю, тут они нас переиграют, блокаут называется, выключить все электроны, чтобы они не гуляли нигде, и все, но он-то позаботится, правильно, раз он такой сильный, значит, он будет качать эту энергию, не с помощью Газпромбанка, да, а с помощью солнечных батарей, например, или еще чего-нибудь, то есть придумает, как ему сделать так, чтобы нас обыграть, ему еды не надо, поэтому, между прочим, он может саранчу напустить, чтобы она все сожрала, с помощью генной инженерии, вот я уж решила пугать, так буду пугать, нет, ну можно же подкрутить, правильно, чтобы их, черт знает, сколько завелось, чтобы они все съели, ему-то есть ничего не надо, он электроны свои гоняет, а нам, куда крестьянину податься, кто мы такие, почему так все вышло, есть очень много, очень хороших книг, я называю этого, человек, он, кстати, в Москве выступал на фестивале науки, приезжал пару лет назад, по моей же наводке, Теренс Дикон, он выпустил в 97-м, по-моему, году книжку The Symbolic Species, про нас, значит, мы же символические существа, сейчас скажу, почему, если вдруг кто не знает, и года три тому назад, он выпустил вот такой том, подарил мне, который вот How Mind Emerged from Matter, как сознание появилось из материи, загадочный, на самом деле, вопрос, книга трудная, вот такой томина, и он велел мне ее читать, как роман, он сказал, только не читайте, как обычные научные книги, то есть, то здесь почитаешь, то здесь почитаешь, а как бы, вот читай весь роман. Символический вид, это важные слова, потому что, в отличие от других животных, хотя я сама сейчас могла бы себя опровергнуть, но это не тема нашей лекции, поэтому я постараюсь держаться, в отличие от других, люди живут не только в материальном мире, и еще неизвестно, какой мир для нас важнее. Мы живем в мире символов, книг, искусства, мыслей, они для нас важнее. Вот опять же, если Лотмана вспоминать, то есть, конечно, разные люди есть, но я имею в виду, что для нас это не менее важно, чем материальный вид. Лотман говорил, есть ошибка, которая заключается в том, что искусство якобы изображает жизнь. искусство не изображает жизнь, оно творит жизнь. Это вообще другой ход. Понимаете, ну где вот, есть персонажи, которые я терпеть не могу, один из них Наташа Ростова, вот с детства не люблю. Причем какую-то она мне прям, вот просто очень не люблю. Ну где вы видели Наташу Ростову? Ведь ее же нет и не было никогда. Это буковки, буковки, которые вот на машинке или ручкой. Ее нет. Какие лишние люди? Пока не были написаны лишние люди, это я Лотмана практически цитирую, не было никаких лишних людей. Как только появился текст про лишних людей, тут все бездельники встали с дивана и говорят, милостивый Боже, это ж мы и есть, а потерянное поколение. Ах, мы, оказывается, потерянные. Вот мы кто? Мы потерянное поколение. Понимаете, это все искусство выдумало. Когда Рахметов появился на бумаге, где он бесконечно испытывал свое тело с помощью лежания на гвоздях, куча народу потом кинулась лежать на этих гвоздях. Не было никакого Рахметова, это выдумки все. Тургеневских барышей не было до тех пор, пока Тургенев не написал, что чуть что нужно в обморок падать. А чтобы все с солями носились и оживляли тебя. Это признак хорошей, тонко организованной натуры. Поэтому нам мир, символический мир, он нисколько не менее важен для нас, чем мир физический. Еще неизвестно, что больше. А что сейчас творится? Я, Боже упаси, не хочу в политику выходить, но Земля целиком, вся планета же спятила. Посмотрите вообще, что творится. И это происходит не потому, что им есть нечего. Крыша поехала. Вообще, жаль, что снимают меня. Я имею в виду, мне нельзя шутить, я знаю. Я как пошучу, оно начинает сбываться. Я недавно говорила, недавно, буквально, я не знаю, может быть, года два тому назад, говорила студентам. а что будет? Ведь возможны мутации, ну, условно скажем, мутации там, в ста кавычках, что спятят люди. Ну, что-то случилось, крыша у всех поехала. Говорю, потом будет очень интересно наблюдать результаты демократических выборов, сказала я, сдуру-то. Ну, и что мы видим? Мы видим массу сумасшедших, вы понимаете? Ну, просто, ну, большинство населения планеты сошло с ума, с чем я и поздравляю всех от души. Это значит, что если так будет двигаться в таком направлении, то будет изменено слово, понятие нормы. Что такое норма? Норма – это нечто среднее, да, то есть бывают люди 2 метра, бывают метр 40, ну, а в среднем вот так вот. Оно же съезжать начинает. Если большинство людей будет 2,5 метра, то норма изменится. Значит, если будет двигаться в эту сторону, значит, то, что еще там 10 лет назад был верный путь в сумасшедший дом, да, то тут окажется, что мы все такие, мы просто не знаем о том, что сумасшедший дом – это наоборот для здоровых, чтобы их там не съели по пути. Мы, у нас есть, это академик деревянка, и я его здесь помещаю ради карты, потому что вот в прошлом году он получил, он и команда получили государственную премию, я сама даже голосовала за это, за открытие нового вида человека, древнего. И это вот верхний хомоалтаенсис, или его еще называют хомо-денисова, по Денисовой пещере, где он был найден. Вот мы туда ездили, кстати говоря, и с Анохиным, и с генетиками со всякими, провели потрясающую там неделю, потому что там была эта команда, которая секвенировала этот геном, то есть я с тех пор, генетика для меня первая наука. Я не генетик, возможно, поэтому. И что сейчас получается? Получается, что генетика сейчас владеет такими методами, которые переписывают нашу историю. То есть оказалось, что все не так, как мы думали. Потому что раньше для того, чтобы секвенировать геном какого-то существа, которого уже нет, возможно, это было делать только для тех, кто недавно, как бы, в лучший мир отошел. А как чуть-чуть постарше, причем постарше, немного постарше, это годами всего лишь исчислялось, так и ничего мы сделать не можем, потому что бактерии уже поработали свой геном, там оставили, в воздухе бог знает, что носятся. Ну, в общем, короче говоря, технически не умели. они сейчас умеют, и это просто вызывает у меня восторг. И все больше и больше они продвигаются. Они могут секвенировать геномы, существ, ну, останков, которым, скажем, 180 тысяч лет. Понимаете? Это значит, что появились инструменты, с помощью которых мы можем узнать, это уже люди или не люди, они нам родственники или не родственники. То есть появились совершенно новые данные. Я недавно, еще несколько лет назад, я студентам лекции читала, говорила с презрением, ну, не с презрением, но с снобизмом говорил, но неандертальцы там бастарды, нам до них никакого дела нет, они нам не родственники, какие-то незаконно рожденные ветви, которые изогнулось, ничего не оставили, но мы их победили, говорила я гордо. Это все неправда, потому что, когда секвенировали геном неандертальца, то теперь мы уже знаем, что никакая нет тупиковая ветвь, что да, они действительно исчезли, но они свой генетический вклад внесли в наш геном. Я не исключаю, что у кого-то из нас эти гены есть, в этом нет абсолютно ничего плохого, как и многие другие гены. И это очень интересная вещь. Вот, кстати говоря, когда они, сейчас я перелесну, они в этой Деневской пещере нашли фалангу, вот здесь цветным нарисовано, фалангу мизинца девочки. Во-первых, вообще это вызывает какое-то недоумение. Как это найти-то можно? Представляете, это пещера размером с пол этого зала. Как ей вообще что-нибудь можно найти? Конечно, археологи – великие люди. Короче говоря, нашли они эту фалангу и думают, давайте-ка сделаем анализ генетический. Стали секвенировать, ожидая, что неандерталец там окажется. А там оказался другой биологический вид, отчего они совершенно умом тронулись все. Потому что, нет, ну это же немыслимое дело. Но не каждый день находишь другой биологический вид. Причем, что оказалось? К вопросу, это я к машинке, все так просто медленно двигаюсь. Оказалось, что рядом с этим совсем, там лежали украшения. Украшения – это символическое поведение. Высокого класса, символическое поведение. Во-первых, зачем? Украшения для чего-то. Значит, либо это какие-то ритуальные вещи, либо это ухаживание, то есть высокий социальный уровень. Но самое главное, как они их сделали. Ну вы попробуйте, ну вот любой из нас, ну возьмите, попробуйте сделать из нефрита кольцо. Вот я хочу посмотреть, кто это сможет сделать. Это как сделать-то? Ну как его сделать? Вы представляете, какая-то сложнейшая работа. Там кольца, там лежали части браслета. Думаю, что это нефрит. Я жизнь не отдам за это, но похоже. Но это очень легко найти в литературе везде есть. Из двух половинок браслет, который явно соединялся, там, я не знаю, кожей или чем-то. Это подразумевает высокий уровень развития. Дальше. Когда секвенировали геном, то у них найден ген, который у нас связывается с языком. Я к этому приду чуть позже. Значит, вероятно, они говорили. Это как минимум на тысяч 30 лет удлиняет историю нашу в смысле происхождения языка. То есть те, кого мы считали еще совсем другими, они уже не совсем другие. Там еще одна загадочная вещь была, я вообще даже не знаю, что с этим делать. Там они нашли бусину или даже бусины, которые из страусиной скорлупы. А это туда как попало? Посреди Алтая. Страусы. Я думала, что я очень умная, говорю гордо, что, мол, так и так, наверное, был другой климат. Но они посмотрели на меня с сожалением справедливо. Говорят, вы думаете, что мы здесь что, не профессионалы? Разумеется, все проверено. Как страус туда попал? Может мне кто-нибудь рассказать? Что это вообще значит? Или это обмен? Обмен? Тогда это высокоразвитое общество. Обмен с кем? С теми местами, где страусы? Ну, в общем, много загадочного. И поехали мы, значит, с языками у нас все, но в лекции они про языки. И появились вот эти вот всякие виды искусства, так сказать, вот живопись и скульптуры. Они зачем это делали? Вот простой ответ, типа, чтобы запомнить, ничего не выдерживает. Но это смешно. Непонятно, почему такой высокий уровень абстракции, как это могло произойти вообще? Вообще, что это значит? Потому что, если имелось в виду, давайте запомним, просто вот, мне нравится сделать, вот яблоко, нарисуем яблоко. Ну так, не именно яблоко, ну что? Но когда мы смотрим на наскальную живопись, это же что-то, что должен был бы делать вообще современный художник, причем такой сильного развития художник. Мало знаем. Мы знаем за то вот что, что наступил некоторый, если с самого начала, то мы все знаем, что между нами и шимпанзе генетически очень маленькая разница. Это всегда вызывало во мне изумление, и я не понимаю, как это может быть. Сейчас, правда, другие проценты говорят, но принято говорить, что там 99 и после запятой еще сколько-то там единиц общих генов между нами и шимпанзе. Вот для меня эта вся информация в помойку должна быть отправлена, потому что мы разницу видим между собой и шимпанзе или не видим? Она гигантская. Если по их процентам это меньше одного процента, то пусть они идут со своими процентами по общеизвестному адресу. Это мне неинтересна, эта информация. Этого не может быть. А может быть совсем другое. И мы знаем, что вот тоже меня это очень удивило, когда я первый раз про это прочла. Я скажу, что меня... Ну, прочесть вы здесь сами можете. Что меня удивило? Меня удивило, что оказывается эволюция с разными скоростями шла в разных участках генома. Вот я повторяю, я не генетик, поэтому, может быть, поэтому меня это удивляет. Ну, как-то... Почему, скажем, там нога должна развиваться с такой-то скоростью, да, а ухо с какой-то другой скоростью? Это как-то для меня странно. Тем не менее, 49 участков, где совершенно другой темп эволюции был, а в некоторых из них скорость была в 70 раз быстрее, в 70 раз. Мне даже надоело. Если было 7, я даже думала, отпечатка, когда я это читала. Даже в 7, это было бы вообще необъяснимо, но в 70 раз. Это что, Господь решил, ну, хватит уже, мне надоело это ждать. Делаем мозг, да, подкрутим, там, парочку аминокислот в геноме, и поехало. Причем это что за участки-то? Это самые наши главные участки, то есть лобные доли, те, которыми мы думаем, которые связаны с способностью делать прогнозы, логические операции, там и так далее. Самые главные вещи. Вот есть участок, который красным здесь обозначен. Это то, про что обычно говорят. Вот это, как бы, кусок генома, который связан именно с человеком. Еще сколько-то лет назад был жив Сергей Петрович Капица, и он нас с Анохиным позвал на передачу, позвонил и сказал, в Калифорнии открыли ген мышления, приходите, давайте обсудим. Мы говорим, придем-то с радостью, но только ген мышления не открыли и не откроют никогда, потому что его не может быть. Но речь шла вот об этом. Все равно здесь много интересного. Вот если забыть про проценты, которые я уже обругала, то получится, что между нами и шимпанзе 118 отличий и очень важное сравнение. Между этими же шимпанзе и птицами, а это я вам хочу по секрету сказать, параллельно эволюции. Они вообще по-разному шли. Вообще. Параллельно. И между ними только два отличия. Два. А между нами и шимпанзе вовсе не сотые доли процента. Или теперь, говорят, пять процентов. Это все равно все ничего не значит. Вот это важно. 118. То есть огромное движение было. Ну, хорошо. Потом появилась вот такая вот вещь. То есть не потом, а не важно, что потом. Важно, что появилось. Вот этот ген Фокс-Пи-2, который объявили как ген языка. Если бы он был ген язык, я скажу, откуда он взялся. Он взялся из исследования семьи, сначала одной, а потом еще других семей, у которых были нарушения языка именно. Не интеллекта, не памяти, не способности классифицировать или категоризовать что-нибудь, а только с языком. То есть бабушка не могла говорить никак начать, дедушка говорил, ну, лучше бы молчал, там троюродная тетя заикалась, там кто-то писать не мог, сто ошибок на страницу делал. Интересно, что это не связано с нарушениями интеллекта. Вот это, кстати, я очень важное замечание делаю, даже не в контексте того, о чем я говорю, а вообще для жизни. Потому что сейчас очень много и растет количество людей с дизлексией, дисграфией, и это несчастные двоечники и в каждом классе они есть. Их все больше и больше. Совершенно непонятно, почему все больше и больше. Но нужно иметь в виду, что если бы у этих людей были нарушения интеллекта, то тогда было бы понятно, ну, что делать, плохой интеллект. Они, конечно, не могут справиться с такой сложной системой, которая является языком. Но у них все в порядке с интеллектом. Некоторая часть из них победители всемирных олимпиад по математике, например. Так что с интеллектом у них полный порядок. Они не невротики, они не аутисты. У них в порядке уши, глаза, у них в порядке памяти. Все в порядке. Кроме одного. Они не могут запомнить стол-столы. Простейшие языковые алгоритмы. Не плюс-квамперфект, а простые вещи. I work, he works. Вот ни за что этот он никак не может у нас стоить. То есть явно нарушено и оказалось, что у них мутация этого гена. Это потом очень внимательно проверяли и поднялся большой шум на эту тему. Этот шум потом схлынул по причине того, что этот же ген нашли у кошек, мышек, шиншилл, у кого его только нет. У кого точно нет синтаксиса и морфологии. Тем не менее, ген был. И некоторое время вот в растерянности в такой были. Как бы, что с этим делать? Как вот такая поманили такой красивой картинкой, она не получилась. Теперь мы знаем, что этот ген у других действительно есть, но у нас его вариант. И этот вариант как раз Господь и подкрутил. Там две аминокислоты отличают. Наш, он под тем же названием идет, только он другой. Вот. И он чисто человеческий. И он на самом деле обслуживает вовсе не дейпричастия и эти самые глаголы, а он обслуживает правильное развитие правильных нейронов. То есть он обслуживает хорошую нейронную сеть и способность учиться. То есть у него другая задача. Она в итоге выходит на язык, но в итоге не прямо. Вот. Вот здесь про это написано и возможно вот эта вот смена аминокислоты была унаследовала как неандертальцами, поэтому есть основания считать, что они могли говорить, поскольку у них уже вот такой был вариант этого гена. Понимаете, как интересно. Я почему про это говорю? Вы мне можете сказать, зачем нам генетику подсовывать? Потому что у нас инструментов других нет. Но вот как мы можем узнать, говорили неандертальцы или нет? Ведь письменности нет и никогда не будет, акустических записей нет и никогда не будет. То есть как мы можем узнать-то? Никак не узнать. А если вот эти данные, они нам говорят, это могло быть, потому что это те самые гены, которые у нас обеспечивают язык. то есть наше представление об истории меняется. Все время идет поиск специфических человеческих генов. Это просто мода такая. Вот найдем гены, которых ни у кого нет. И разные, ну потому что мы хотим знать, кто мы такие. Мы же хотим знать, кто мы такие. Потому что часть людей, конечно, вполне удовлетворена тем, что мы все живые на планете, мы все друг друзья и товарищи. Если друзья и товарищи, зачем куриц едите? А стейки? Я вот сама думаю на пост начнется с понедельника, думаю пора. Потому что я думаю какая я дрянь. Я сейчас объясню почему. Я честно вам говорю, вот без кокетства, вам клянусь. Мне так нравятся коровы. У них такие прекрасные глаза, такие бархатные глаза, такие длинные ресницы. Они никого не трогают, едят себе эту траву, дают нам молоко, сыр, вообще прекрасные вещи. А стейк зачем есть тогда? Вот если такие прекрасные глаза, так нечего ее есть. Я думала, ну ладно, с коровами хорошо. Думаю, ладно, вот курица, все, что я знала до недавнего времени, что курица страшно глупа. Думаю, ну ладно, тогда может не так обидно ее поджарить. Теперь выяснилось, что у нее сложная эмоциональная жизнь, что они глубоко страдают там, ну беда. А с другой стороны, а огурец тогда, если верить Анохину, то если я его опять же моденским уксусом полью, то ему значит обидно погибать, да? То есть что делать мы будем, что солнечными батареями питаться, что ли? Ну короче говоря, рано говорить, все время эта мода идет, вот кто мы, откуда мы взялись, кто мы такие, мы особые или нет. Это вопрос хороший и сложный. Сейчас мы не можем ничего на эту тему сказать, долго еще не сможем, хотя быстро движется. Был замечательно интересный вот эта картинка про это, замечательно интересный изящный эксперимент проведен. Знаете, что такое нокаутное животное? Это те, у кого взяли геном и чего-нибудь оттуда повынимали из генома у конкретной зверюшки, вот у мышки, например. Сделали в данном случае следующее. Изъяли этот фокс-пи-ту мышиный, а засунули туда фокс-пи-ту человечий. Вот это, конечно, здорово. Это просто очень изящный ход. Ну, конечно, не стоит надеяться, что мышка голосом человечиим заговорила. Заговорить она не заговорила, но она, во-первых, болтает без остановки на своем языке, то есть это точно на тему коммуникации. Она все время говорит. Во-вторых, у нее увеличился диапазон, спектр. Гораздо более богатый спектр стал. Это, вот, если говорить о красивых научных работах, вот это она. Понимаете, вот такой ход, как бы, на что повлияет-то? Он же повлиял не на уши, не на цвет хвоста, а повлиял на ее болтовню. Болтает безумолки. Это красиво. И вот он, видите, он имеет отношение к языку, эволюция вокального обучения, то есть производство этих акустических сигналов. Примерно 75-50 тысяч лет назад случилось то, что в разной литературе называют когнитивная эволюция или когнитивный взрыв. Действительно, что-то там произошло, мы не знаем, что это такое, что там случилось, но мы знаем, что люди стали способны к многоэтапному планированию, к выстраиванию цепочки логических операций, изобрели игры, но не просто кто-то за кем-то бегает, что делают и животные, а конвенциональные игры. Ты будешь жертвой, будешь здесь сидеть, а я буду вот там сидеть, а потом, когда я выйду, ты выйдешь тогда-то. Это очень высокий когнитивный уровень и, более того, подразумевает, я думаю язык, потому что договориться надо, как-то, надо же договориться. Кроме того, музыка похожа, потому что найдены эти как бы флейты, у меня тут, правда, есть сомнения, потому что найдены из кости как бы флейты с дырочками, если ты там в нее подуешь, то там получается значит, что-то такое музыкальное. Может, эти дырочки случайно вышли, вот я о чем волнуюсь. Может, это не флейта вовсе, а случайно вышло так. У нас есть часть в мозгу гиппокам, которая особенно занята памятью, но в этом ничего нового нет, это и так всем известно, а новое вот что, что некоторое время назад оказалось, что если некий участок вот здесь поврежден, то человек у него не просто нарушается память, то есть взгляд назад, у него нарушается способность к воображению, к размышлению о том, что могло бы быть, то есть как бы ход вперед. В этой связи я вспомнила одну из моих любимых книг, потому что я последнее время там по разным поводам сначала для дела, а потом уже остановиться не могла. Стала перечитывать Алису Кэроловскую во всех ее изводах, но по-английски конечно надо читать, хотя русские переводы очень хорошие есть, в том числе Набоковский очень интересный перевод. Ну вот, и там Алиса беседует с королевой, и королева ей говорит, ну ты вспомни то, что там произойдет скоро. Алиса, значит, совершенно ее повело в этот момент, она говорит, у меня не такая память, я не могу помнить то, что еще не произошло, на что королева, значит, со свойственным ей снабизмом и жесткостью, говорит, плохая у тебя память, развивать надо память, чтобы помнить в обе стороны, понимаете, никто про это ничего не знал, оказывается, что есть такая область, которая как бы помнит в обе стороны, если можно так выразить. Все это хорошо, но это биология, это значит, что все, что мы накопили в жизни, кто бы мы ни были, неандертальцы, денисовцы или там гомер, если мы, то есть не если, а когда мы переходим в лучший мир, то мы уносим все это вместе с биологическим субстратом, где это все записано. Все это записано в нейронной сети, больше негде записать. У нас одно место есть только, вот здесь оно, где вся наша жизнь записывается. Вот, ну, кому-то все гениальное, надо сказать, сделали безвестные люди, анонимные. Меня давно интересует, кто изобрел ложку, к примеру, или иголку. Вот самые главные такие вещи, вот это кто сделал, или ножик, огонь, там вот, ну, кто-то же, был же этот человек, правильно? Так вот, кому-то пришло в голову изобрести внешнюю память. Это в англоязычной литературе так называется external memory. External это значит вне биологического субстрата. Я ухожу к праотцам, но остается то, что я оставлю в разных видах. Это не обязательно письменность. Это может быть скульптура, это может быть ткань там в дальнейшем или еще что-нибудь. Ну, короче говоря, внешние вещи, артефакты. то, это становится все сложнее и сложнее. Время идет, и эта внешняя память, она, во-первых, гигантского стала размера, это общечеловеческое богатство. Ничего более ценного для нашей цивилизации, чем память, нету. Поэтому, когда сгорает библиотека, вот, исчезла Александрийская библиотека, и все. Вот ничего нельзя сделать, чтобы эту информацию откуда-нибудь вынуть. Она исчезла навсегда. И это ужасно, потому что это плоды трудов лучших из людей. И все исчезло. Поэтому, когда, скажем, я не знаю, горит какая-то библиотека, то хуже всего на свете. Библиотеки, видеотеки, базы данных, музеи, архивы. Вот это то, что человечество должно беречь, не знаю как. Вот мы сегодня говорили там. Хорошо, у нас все есть на жестких и нежестких дисках. Чего у нас есть? Электричество отключится. Я сегодня утром дома сидела, писала некий текст в Петербурге. Я в час дня сюда поехала. А до этого сидела. И тут отрубилось электричество. А мне нужно было с собой эту бумагу иметь. Причем бумагу мне надо было иметь. Именно. А я не могу компьютер-то, он еще держит. А мне напечатать на принтере надо. И вот с принтером эта зараза ни за что не соединялась. Потому что отключили электричество. Я подумала то, что я думаю мы все не раз думали. Да вот представьте себе, что Господь сказал хватит ребят а погуляли. Электроны отменяем. Нету электронов больше нет. Значит все конец. Просто конец вообще. Банки не работают в лифтах все застряло. Телефоны не включаются. Компьютеров нет. Вообще ничего больше нет. Так что насчет того, что у нас в электронных базах данных. Чего у нас в электронных базах данных? Они еще к тому же киснут эти. Помните эти диски были круглые? А дискеты тоже все говорили у нас все на дискетах будет. Их какая-то тварь съела. Там какие-то что-то заводятся. Не только в книгах. Но даже эти электронные штуки исчезают. То есть вообще опасная вещь. И значит а сколько у нас всего валяется в облаках в этих электронных Google Docs там всякие и прочие. Вообще неизвестно где. Это вот тут вот. То есть мы движемся в хорошем направлении я вам хочу сказать. Обещано нам знаете что? Обещано что к 25 что ли года? Чуть ли не к 20 но на цифрах я не настаиваю но это не было 30 это было 20 с нулем или еще с чем-нибудь. Человечество настолько заиграется в виртуальные миры что оно перестанет понимать когда он где когда где находится человек. Он будет все время то туда башку свою совать то вылезать понимаете а там будет так все замечательно устроено что будет непонятно где где реальность где находится я поскольку лучшие годы в сумасшедшем доме провела по юности то пока не как пациент а как исследователь то я хочу сказать что человек у которого галлюцинации он нет способа понимаете убедить человека у которого галлюцинации в том что это все придумал его мозг невозможно это абсолютно невозможно это можно сделать только либо господь милосерден и само как бы щелкнем в другую сторону либо химическим образом там наводить порядок в нейронной сети чтобы она перестала поставлять несуществующие сигналы я вам просто объясню как это происходит вот когда я сейчас говорю значит летит физический сигнал вам в ухо он бьет по барабанной перепонке дальше пошли там эти косточки там наковаленки внутреннее ухо поехало поехало там обрабатывается приехала на нерв да и по этому нерву вот отсюда поехала поехала приехала сюда где мозг обрабатывает сигнал но сигнал который реально пришел из внешнего мира вот в чем неприятность он он реально приехал вот как он превратился вот это кстати полный отпад как он превратился из физического сигнала в символ вот это хоть ты меня стреляй прямо на месте у меня даже нет гипотезы о том как это могло оно же в идеальное превращается оно превращается в смысл вот это как получается то есть пока оно едет по нерву мне все понятно а дальше вот дальше что случилось дальше но это реальный сигнал понятно как он идет теперь неправильно работающая нейронная сеть делает что она начинает гонять по кругу вот тут якобы пришедший сигнал она его она его сама порождает вот эти люди с голосами знаете когда голосат ему голос говорит ты такой придурок тебе не к чему на земле это жить вон окно иди прыгай вниз он же реальный слышит голос только этот голос его мозг создал понимаете какая вещь точно тоже происходит с обонянием осязанием созрением черти по столу ходят белогорячники мне особенно любовь вызывали мне говорят восемь чертей здесь ходят восемь чертей я говорю вот беда в том что я не вижу но хочется узнать как они выглядят какого размера говорю это я много много таких бесед делала вот говорят примерно такие я говорю именно восемь восемь вот же раз два три там восемь цвета какой гадкий такие мерзкие зелено-коричневый из преисподней какие они еще должны быть черти а говорю запах есть ну серый это пахнет а как же чем же им еще пахнуть конечно серый и говорят говорят а голоса трескучи а на ощупь такая шерсть противная понимаете все сенсорные системы включились какие есть основания у этого человека считать что чертей нет на столе вот оно оно может стать более реальным чем чем реальный мир и даже более интересным там можно много чего делать то есть это вообще я считаю что мы в сумасшедший дом движемся довольно быстро вот хранилища внешней информации становятся все более сложными что я имею ввиду нужно они во-первых опасны потому что вам интернет может поставлять ложную информацию он может прямо влиять на ваше сознание то есть на ваше на наше вот но главное нужно учиться для этого мы студентам говорим википедию забудьте википедию я лазу если я забыла как соус гвакамоле делать понимаете это неважная информация я вилочкой его помну авокадо или в блендер засуну в конце концов ничего не произойдет ну забыла и забыла делов то но если мне нужна какая-то серьезная информация последнее место в которое я полезу это википедия откуда дети про это знают ниоткуда пока мы им не скажем мы им скажем информацию про историю смотрите вот список сайтов информацию про лингвистику вот список сайтов их надо учить это касается всего для того чтобы информация если раньше когда я там диссертации писала сначала одну другую был вопрос где взять информацию сейчас совершенно иначе вопрос куда от нее деться от этой информации ее черт знает сколько я могу ей доверять и что мне как мне быть с ней как мне как мне из нее выбрать то что ценно потому что она не только ее очень много она прибывает как тесто на все время на тему блинов у меня вчера тесто вылезло из кастрюли так вот именно это с информацией происходит она пухнет и пухнет и пухнет мне же нужно что-то из нее вынуть что что ценное вот это я сейчас важную вещь говорю потому что из-за призрачности легко добываемой информации потерялись ориентиры люди смотрят не на то что ценное в сравнении с неценным а на то что новенькое это исследование есть это я не просто так говорю современный человек который много времени проводит в сети он реагирует на новое не на важное или ценное а на новое вот еще появилось вот еще появилось то есть исчезла глубина одна из книг которые я недавно там по случаю читала английская книга автор ее говорит если раньше он сам такая метафора хорошая мне кажется если раньше он говорит я себя считал вот в таком когнитивном что ли поле в поле знаний таким искусным ныряльщиком я нырял в океан плавал глубоко я смотрел на разных там существ которые вокруг меня я думал над ними я их сравнивал теперь я делаю совсем другое он говорит виндсерфинг я с огромной скоростью ношусь по поверхности даже в голову не приходит то я нырну а что нырять то когда я с большой скоростью ветер подул и меня уже унесло там бог знает куда вот оно понимаете мы дорогую цену начинаем платить встает серьезный вопрос ужас да надо хоть бы кто рукой махнул как бы вы мне обещали но сейчас я разгонюсь насколько эти новые знания они нас меняют скажем человек который пишет и читает это такой же человек как тот который не пишет и не читает где другой мозг совсем человек который пишет иероглифами и человек который пишет алфавитно это все то же самое я не на тему хуже лучше это близко нету это совсем не про оценку и поэтому научившись вот это выносить за пределы биологического субстрата мы изменили сам мозг это другой мозг он реагирует на все он занимается разными вещами одни из споров которые у нас идут это он модулярный или это сеть модулярно это значит есть участки которые заняты только пилочками есть участки которые заняты только ложечками или есть участки которые считают есть участки которые говорят нету этого ничего они есть только в клинической медицине то есть кирпич упадет на нужную зону то говорить не будешь но если мы забудем про медицину и придем просто к здоровым нормальным обычным людям то этого нет ничего это сети огромные сети вот если говорит к примеру языке то вот небольшой списочек это маленький список того что связано с языком и как это рассыпано по мозгу оно вовсе не находится в тех зонах которые заняты языком потому что как ты отделишь я не знаю спряжение глаголов от правил по которым они спрягаются и от памяти на эти правила кратковременно и долговременно никак не отделишь кроме того мы не должны забывать что человеческий язык это не только коммуникация вот хомский великий лингвист он например вообще ну он провокатор он вполне серьезно говорит язык был создан не для коммуникации а для мышления потому что для коммуникации он плохой самая хорошая коммуникация отбукоморзе вот сколько отстучал столько получил а в языке он принципиально многозначен все зависит от всего кто сказал когда сказал кому сказал что знают знают ли это оба после чего сказано что уже было написано к этому моменту то есть он для коммуникации это плохо он для чего хорош для вранья потому что с помощью языка врать научились кстати говоря это очень дорого стоит мозгу но это предмет отдельной темы мне кстати это очень интересно я когда в институте мозга там группа работает с этим давно вот они я посмотрел картинки посмотрела и увидела что когда человек лжет то гораздо более активная мозговая деятельность происходит я думала а почему почему так то есть получается что это очень дорого стоит мозгу дорого стоит это вранье и моя версия такая я говорила Медведева директору института мозга который этим занимается я говорю мне кажется я поняла потому что ты не должен сам себе наврать то есть ты должен две работы делать ты сам ты-то должен знать что из этого правда иначе это вообще гибель тогда значит тогда мозг должен две противоположных дороги идти одновременно то есть что на самом деле и что я тебе скажу про это дорогая цена многозначность зависимость от контекстов это черты нашего языка не побочные не периферические а это главные черты курица если кукарекает вот так курица не кукарекает петух кукарекает да то вот если он так прокукарекает то опасность если это кто самку курочку зовет значит на свидание вот здесь нет многозначность здесь однозначность а у нас она многозначность все время понимаете если вы включите телевизор и там будет 24 часа подряд идти лебединое озеро станет не по себе потому что потому что мы знаем что было да Чайковский не виноват в этом он не подозревает даже бедняга на том свете о том чем что наросло на это лебединое озеро понимаете но наросло для тех кто знает для тех кто это говорит о том что это говорит о том что Цветаева называла читательца автор нет книги как таковой понимаете вот это замечательное этот замечательный каталог его он зависит от того кто его будет смотреть тот который вообще ничего не знает который знает как устроители выставки который ненавидит живопись классическую а любит только я не знаю там Пикассо определенного периода то есть он не независим вот это кстати я очень важную вещь говорю это я маньячу даже на эту тему меня это поражает последнее время потому что похоже что нет объекта свободного от субъекта все зависит от того кто смотрит кто слушает кто думает книга сама по себе понимаете тихий дон написанный и прочтенный тогда это один тихий дон тихий дон после того как фильм посмотрели другой тихий дон после того как все возненавидели и стали сомневаться он ли написал третий уже когда сказали что все-таки он написал четвертый и каждый кто читает он имеет свой тихий дон что ли выходит так а он а есть тихий дон как таковой даже мы сами читаешь какой-то вещь и думаешь боже где я вообще я же это читал так это очень когда я про философов говорила вот где они должны сесть думать потому что получается что нет объектов вообще а это уже сумасшедший дом дорога потому что это здесь значит объекты все конвенциональность мы просто договариваемся что это называется стол мы могли договориться до того что это называется тейбл или яблоко вспомним магрида да там помните картины замечательные там по-моему что там было шляпа что ли написано было ланежа да там то есть там все время путаница это шла он же понимает что делает смена ролей мы то такие то сякие кроме того диалог чего нет ни у кого из животных насколько насколько мы знаем скобках и наконец наш язык иначе устроен и все это отражается во всех этих памятях внешних и внутренних наш язык смотрите он как есть фонемы они вложены в морфемы условно скажем в слоги они вложены в слова слова вложены во фразы фразы вложены в дискурс и все это вложено вообще в какое-то непонятное поле знаний правое и левое полушария как я сказала это закончилась история ром написано и все это требует огромных вычислительных способностей вот эти карты вот я специально их здесь помещаю вот если их внимательно посмотреть вот там как раз все и есть и платоническая любовь и братская и внебратская все есть объем информации в мозгу гигантский то когда задают вопрос не перегрузим ли мы свой мозг мы его можем перегрузить но не количеством информации а просто как бы сил нет уже пора отдохнуть в бассейн плавать в этом смысле а не в том что места мало для информации места там не будет когда говорят что мы компьютер да мы компьютер возможно но в том смысле что это разумеется метафора и метафора очень хилая потому что мы мы не только компьютер как те к которым мы привыкли но еще аналоговым понятия имеем как они устроены потому что когда речь идет о том что вкусный пирог или хорошее вино или чудесный сорт чая это не описывается цифровым образом вообще не описывается ни спектром ни весами ничем не описывается это то что носит название first person experience потому что вам вкусно а мне как раз невкусно и это ничем измерить нельзя и это все еще мы я хочу сказать это мы и это как раз то что не записывается во внешнюю память если кто-нибудь и записывает то люди искусство вот здесь оно записано оно записано здесь в музыке то есть оно не тем записано на что это могло бы влиять если бы мы про это больше знали вот на это влияет плохо я бы вот на последнюю фразу обратила внимание мне кажется это очень важная вещь совершенно неоцененная вообще человечеством хотя есть места в мире где элиту готовят элиту нужно готовить это не могут быть случайные люди это должны быть люди получившие специальную и серьезную подготовку и не только образование в смысле объем знаний но и разные другие виды подготовки я не знаю дисциплину ответственность вот такие вещи то есть это серьезная история кстати я знаю несколько мест в Америке например где готовят это очень дорогие школы закрытые где дети учатся те которые потом закончат ель корнель там стэнфорд и прочее которые потом будут управлять страной знаете какая у них жизнь это вообще армия это просто детский сад то есть жесточайшая дисциплина совершенно закрытая структура очень муштра мощнейшая то есть никакого либерализма потому что они будут отвечать за существование мира нельзя позволить им быть незабудками радостные вещи говорю что обучение меняет мозг физически вот здесь написано вот что происходит просто растет нейронная сеть от обучения она физически меняется она у всех у нас за эти два часа улучшилась это я вам твердо говорю это точно эффективность серого и белого вещества растет то есть опять-таки студентам когда я голову морочу я им говорю учиться надо не просто потому что ну лучше быть умным чем дураком там ну все это понятно а вот поэтому это просто вы физически меняете мозг свой к лучшему не потому что вы знаете кто такой шекспир это и так понятно это нечего объяснять но уже по причинам я повторяю такого материалистического как бы сорта материальная вещь вот так выглядит это дело вот вот по такому может может течь столь сложная информация которую мы вот сейчас обсуждаем вот как в этом может родиться там я не знаю Шекспир Боттичелли ну как это может быть если все наши нейроны в одну ниточку собрать то вот что получится это в голове каждого из вас и в моей тоже надеюсь это находится представляете себя а вот последнюю фразу не вредно знать девочкам входящим в пубертантный возраст чтобы они знали во что они играют чтобы я хотела знать я не могу это обсуждать но я хочу это вопросы на каждый из которых нужен курс лекций зачем так много например вот зачем такой огромный мозг он нам не нужен но он гигантская сеть зачем она нужна впрок что ли у меня нет ответа и ни у кого конечно нет вот зачем так много почему есть гены которые молчат вот здесь я этого не пишу запасные какие-то гены запас на что вот если уж совсем дешево шутить то скажем если мы вдруг доиграемся до того что уже планете совсем крышка да и полетели в другие места вот может они нам там пригодятся для того чтобы приспособиться к другой планете другая экология другая там гравитация там ну вообще вот все другое но это научно-фантастический рассказик так сказать я почти что не всерьез почему она так сплетена где находится информация с каждым в каждом нейроне если послушать я могу дать ссылки много людей так считают что есть когнитивные нейроны которые содержат огромную информацию скажем о вашей бабушке есть такое название нейрон бабушки вот все один нейрон знает про бабушку да а другой нейрон знает про это анохина может спросить и любимая его тема мне уже даже надоело ругаться нейрон который страстно любит голливудскую актрису халибери значит причем он ее узнает в шляпке и без шляпки он ее правда не узнает когда она с мужем вот такой нейрон значит если он все это делает я спрашиваю что делает 100 миллиардов бездельников тогда если каждый нейрон может выполнить работу которую может выполнить только мозг целиком тогда что делают все остальные то здесь здесь что-то не то но но ведь мы же не говорим о жуликах понимаете эти данные были получены значит мы неправильно поняли это я к началу возвращаюсь мы неправильно поняли мы что-то получили но приняли не за то сеть может работать автономно скажем если нет слуха нет зрения нет обоняния нет осязания один мозг он может жить не может ему нужен двери и окна к нему должна информация поступать он ломается не дай бог есть у него свои интенции не наши это я опять-таки не я как я а мозг может у него есть идея такая чтобы я поскорее с его помощью свихнулась нет ну это это я морочу голову вам я имею ввиду но в принципе понимаете так у него как бы кто в доме хозяин о сознании вообще имеет смысл говорить может его и нет и что это такое сознание это когда я не во сне когда я не в коме или сознание это когда я способна к рефлексии вот я скажем уже два часа говорю могла бы давно заткнуться это рефлексия тогда не только у креветок нет сознания но и большинство людей правильно значит мы должны признать тогда что 99 процентов людей не обладают сознанием то здесь что-то не то уж точно тогда не люди дети у которых этого и быть не может мы что вообще мы куда идем в какую сторону мы идем ну хорошо и вот конец уже почти где мы все еще внутри себя находимся учитывая все эти устройства многочисленные вот такие мы наше личное оно где учитывая что мы много чего пишем у нас в облаках чего-то там болтается да на разных дисках в интернете вот я в социальных сетях не сижу а если бы сидела то что то есть я я где и я еще есть и я одна в смысле меня одна или я одно дело когда вот блины вчера пекла а другое дело когда лекцию читаю а третье когда там с мужем ругаюсь это вообще это что вообще все это психиатрия это хорошо знает психиатры за ними будущее я вам точно скажу потому что да они есть там много чего нужно подсмотреть что годится здоровым потому что у них например есть такая вещь как multiple personalities это есть такое заболевание такое когда у человека несколько личностей это вообще сказка я вам скажу то есть страшно даже подумать он при этом не придуривается он то этот то этот то этот их 13 в нем в одном представляете что мозг вообще вытворяет так мы не в эту же сторону едем человекомашинные коммуникации это не просто будущее это настоящее руки заменят ноги заменят печенку заменят я недавно придумала очень собой гордилась оказалось что попала в точку я сказала я придумала русскую национальную идею искусственная печень поскольку у всех не цирроз от пьянства да придумаем оказалось что действительно есть этот самый проект какой-то за дикие деньги который финансирует министерство обороны понимаете в общем я говорю нельзя шутить ну короче говоря все заменили сердце другое да уши заменили глаза понавставляли там печенку заменили трахею заменили все заменили и мозг заменили да вставили чип туда он память вашу удвоил процессы идут с тройной скоростью мы все еще есть после этого мы личность есть или нет то есть личность где поэтому вот это будет мы сможем с этим справиться я вижу я не не хочу выглядеть как пифи но мне мне кажется это просто вот очевидно что основные проблемы которые перед нами перед нами в смысле ну перед нашими детьми но даже не перед внуками это довольно быстро произойдет мы мы это сможем скушать психологически мы мы вообще такой мир сможем пережить конечно ваш ответ мог бы быть я сама бы такой ответ дала если бы я с другой стороны сидела я бы сказала на мозг влияет все если вы чайник кипятите то факт кипячения чайника запоминается моей нейронной сетью разумеется как и все остальное вот губную помаду выну все на мозг повлиял на него все влияет но таких ударов еще мозг не претерпевал то есть цивилизация такого еще не получала как сейчас и очень большая скорость движется с огромной скоростью мы как бы не успеваем адаптироваться я имею ввиду не технические устройства понимаете вот я не сильно технически продвинутая но мне там подарили планшет новый другой системы я терпеть не могу эти системы менять ну хорошо я два дня поматерилась но я прекрасно им пользуюсь то есть я не в этом смысле не в техническом смысле мы не не выдержим мы можем психологически не выдержать того куда мы попали кроме того ящик пандоры тоже будьте добры генетика понимаете уже сейчас есть возможность по заказу делать детей то есть талия такого-то размера глаз один синий другой зеленый айкью 150 ноги от ушей красота это что мы куда лезем мы ничего не боимся что ли а вот эти новые компьютеры они часом не научатся например страдать или переживать смерть свою или боль об этом этим занимаются этим занимаются люди это не сказки я говорю поколение гугл сейчас есть термин такой поколение гугл плоский мозг это ровно на тему того что я говорила про этот серфинг очень быстро но зачем быстро летит по океану вместо того чтобы нырнуть и посмотреть что там есть то есть у нас какая цель жизненная какая прочесть большее количество страниц в секунду что ли или что мы что хотим то мы кем хотим быть мы хотим быть сложными личностями или быстро сканирующими внешний мир устройствами сами себе должны ответить куда двигаемся ну хорошо и пожалуй что сейчас я одну фразу вам не фразу а вот что я хочу показать сейчас разговор идет о том что вот Финляндия с первого сентября насколько я понимаю дети перестают писать рукой они придумали что будет только компьютер это эпохальное решение которое приведет к серьезным последствиям я куда-то летела да и читала агату кристина натуральное дело и прочла иркюль порогово порогово что с точностью этой мелкой моторики так если на человеческий язык перевозить возрастает точность мозга точность ума сознания и так далее мелкой моторики решили детей лишить это что а что дальше это будет в смысле за них и компьютер будет не только писать но и думать дальше или что и жить тоже он вместо них будет вот как это будет выглядеть поэтому вот такие истории это не фантастический роман вот вышла книжка антимозг называется перевод ее есть это немец написал она еще более алармистская чем то что я рассказываю вообще катастрофическая вот то что я пропустила ну потому что это там долго надо говорить конкретные исследования сканирования мозга у тех кто в интернет зависимости находится я хочу заметить картинки точно такие же как у тех кто находится в наркотической или алкогольной зависимости то есть дело не в химии в химии тоже я не говорю что нет но я имею вид что интернет зависимость делает с мозгом то же самое вот просто смотришь на сканы мозговые вот они такие как если бы он на героине сидел опасная вещь это бабочек я здесь поместила для того чтобы все-таки мы про свою эволюцию подумали мы из кого в кого хотим превратиться то есть мы мы уже как бы сдались как биологические существа которые просто нюхают пьют едят гуляют дышат мы просто твердо решили в силикон как бы переселиться тогда правильная дорога вот а если все-таки не твердо то вот понимаете мы можем вот это вот cloud computing там все эти сети когда ты вообще не знаешь вот твоя статья вот мы сейчас писали на троих статью норвежская профессор значит коллеги мои друзья в осло в вашингтоне и соответственно я в петербурге мы писали можно сказать онлайн в google docs правили где эта статья находится хочу узнать она где живет до тех пор пока я не распечатала вот я распечатать ты не смогла по причине или да но пока я не она где в облаке это что значит то есть у нас изменились представления о пространстве о времени мы не знаем какое время только в данной точке мы знаем время и то это условное время могли договориться иначе правильно значит а когда ты в самолете летишь к примеру то у тебя каждый раз другое время выходит что ли потому что все оно договорное а реальное есть время значит времени нету пространства нету личности нету потому что неизвестно кто эти у них у всех никнеймы да этот Вася Иванов Петя Петров Маша Сидорова и Джон Смит это 4 человека или 1 а холодильники которые сами начали покупать продукты он говорит что-то у тебя с Рокфором не очень хорошо я знаю один магазин сейчас привезут Рокфору но слишком много не надо он испортится то есть я вообще еще участвую в жизни или оно как бы само идет спасибо извините что так долго у нас все-таки есть время на пару вопросов сейчас моя коллега будет подходить пожалуйста не выкрикивайте без микрофона потому что мы записываем из сегодняшней лекции ясно что наука к осознанию глубин мозга еще совершенно не подошла ну это действительно наверное так прокомментируйте тем не менее ситуацию когда в пограничном состоянии человек вдруг вспоминает то чего никогда не знал и не мог знать вроде бы фактов таких мы встречаем не единичные ну например начинает говорить на неизвестном ему языке ну хотя бы для этого это вообще это очень непростой вопрос потому что мы не говорим про жуликов да мы говорим про всерьез про всерьез это конечно нервная сеть гуляет на полную катушку но то есть она он же на самом деле что-то там говорит вопрос в том можно ли раскрутить то что он действительно этого не знала это не случайное попадание например когда говорят он говорит на неведомом языке вот когда те случаи которые удается раскрутить оказывается давайте я один конкретный пример приведу это после первой мировой войны это описано в книжках откуда я знаю а войны дали очень большой кстати материал на эти темы потому что было много разных ранений и мультилингвальное население принимало участие в этом поэтому довольно много вдруг французская крестьянка неграмотная у нее контузия была и когда она очнулась от этой контузии она заговорила на латыни к ужасу своему и собравшихся потому что нет то есть какой вообще вот а когда стали ковырять то расковыряли что ее мать работала служанкой в доме священника католического и барышня разумеется ничего не понимала и так далее но ушки-то открыты и мозг открыт и это туда засело а когда ее шарахнуло как следует то это включилось вот такого много кроме того есть ну просто у нас действительно времени нет это обсуждать есть такая вещь афазиологи знают то есть люди которые работают с нарушениями мозга вызывающими нарушение речи после инсультов там вот все это когда у человека речь летит есть даже термин такой по-русски это называется словесная окрошка а по-немецки и во всех других странах просто потому что это немец придумал это называется вордсалат то есть словесный ну это то же самое словесный салат это псевдоречь вам кажется что это речь поэтому нужно специальное исследование убедиться в том что это вовсе не пошумерзки он говорит а он просто играет с артикуляцией он просто попадает в какие-то звуки то есть это требует реальных доказательств того что человек вспоминает какие-то там прошлые жизни нет может быть оно каким-то чудом случается но про это наука не знает ничего вы конечно можете ответить плохая наука как королева этой Алисе плохая у тебя память но какая есть такая есть да вы по-моему хотели кто следующий вот молодой человек большое спасибо за безумно интересный рассказ в общем конечно очень много есть как зачем почему но вы устали уже отвечать на вопросы на которых нет информации я бы рада ответить если было что ответить на которых нет информации это тренировка вашего красноречия в котором мы конечно не можем сомневаться но вот вопрос такой я недавно смотрел лекцию в интернете в которой рассказывали про множество различных анализаторов искусственных которые то есть например могут возмещать человека у него нет глаз зрения ему вешают камеру очень сложный на кончик языка цепляется аппарат который сложно раздражает ему язык и через несколько месяцев он уже действительно видит языком и собственно помимо того что можно возместить уже существующие анализаторы там говорилось ничего интересного о том что можно создать анализаторы которых в человека нет то есть можно добавить ему ощущение электромагнитного излучения или например пилоту космического корабля различные показатели этого корабля его скорость и так далее то есть через такие дополнительные анализаторы вот хотелось бы услышать ваше мнение о том то есть насколько человек сможет справиться с этим дополнительной информацией вот именно кора может обработать все что угодно насколько я думаю что это возможно то есть во первых то что вы сказали это так и есть то есть я тоже эти сведения имею я имею ввиду что много они всякого но вы знаете Стивен Хокинг например знаменитый он парализован у него по-моему вот эта вот часть только действует вообще ничего не действует это страшное дело но он подключен к синтезатору речи разговаривает везде выступает мощнейший мозг это вообще какая-то голова профессора доуле на самом деле потому что у него фактически только мозг это потрясающая вещь но это не то а то что вы говорите вот эта замена сенсорных систем или улучшений да это это дело не то что ближайшего будущего это как бы уже настоящее другой вопрос сможем ли мы справиться с этим вот есть как раз в аналитической философии такая проблема обо всем не расскажешь она называется what is it to be и дальше многоточие каково это быть летучей мышью каково это быть осьминогом то есть мы можем себе представить как видит мир осьминог нам не поможет информация о том какие у него глаза нам не поможет информация о том сколько у него рук он как мир себя представляет это вообще это хана просто невозможно я к тому говорю что представляете в какое опасное положение встает этот мозг когда ему начинают добавлять то чего он ну может быть может быть эволюция наша так придумана что она съест и это но на это конечно много времени уйдет но здесь вот я бы так ответила вот если выдержит психика вот я так каким-то таким простым способом ты вообще справиться с этим можешь рассказывал есть такой к счастью жив но не здоров Дмитрий Александрович Поспелов крупнейший специалист по искусственному интеллекту он там давно болен у него травма страшная была и все это он рассказывал в свое время московский он рассказывал в свое время он был в Японии год работал в научном проекте заметим это не игрушки были это был научный думаю что не без военных проект на тему виртуальной реальности на тему сколько человек может выдержать фокусов это примерно вот то про что вы спрашиваете там происходило это так там одевался значит скафандр но сейчас они еще более мощные потому что уже можно эльфа акторная там можно много разного напихать туда тогда этого не было но тем не менее мощный интерактивный костюм в котором значит вот он ты попадаешь в другую реальность ты сидишь на велосипеде ну на тренажере мы бы сейчас сказали но видишь что ты другое да и ты как бы едешь по парку это парк не такой где динозавры выскакивают потому что я повторяю это не для детей это научный проект а там просто вот как-то меняются законы природы вот так вот на минутку то есть скажем ты едешь быстро то есть быстро кручишь педали быстро едешь потом через некоторое время ты так же кручишь педали никуда не едешь потом ты так же кручишь педали едешь медленнее Ну, думаешь, ладно, хорошо, мы так и договаривались, я знаю, где я нахожусь, это такое специальное место, терпим. Дальше какие-то трамплинчики начинаются, то ты подпрыгиваешь там на 10 метров с этого трамплина, то вообще не подпрыгиваешь, то мало подпрыгиваешь, неприятно. Дальше, оказывается, что с небес, значит, падают какие-то там снежинки, условно говоря, то эта снежинка как снежинка, то есть ты ее не чувствуешь, то она как гиря по тебе бьет. И все это можно пережить, как он говорил, за исключением ситуации, до которой они таки доводят, когда мир становится вообще непредсказуемым, когда вот ты вот согласен как бы на все это, что все наоборот, но когда оно то наоборот, то не наоборот, то оно быстро, то оно медленно, то оно скоро, то оно тяжелое, то оно легкое, и ты не можешь вероятностным прогнозированием выстроить ни одно свое действие, ни ментальное, ни физическое, потому что мир себя ведет по-другому. Он интересную вещь сказал, при том, что он профессионал, это не для детей. Он сказал, что в какой-то момент ему стало физически плохо, от невозможности предсказать. Физически ему просто стало плохо. И он дал сигнал, что он выходит, что он просто не может больше. Вот я к этому. Вот я так косвенно ответила. Мы можем оказаться в ситуации, когда технологии опережают психику, то есть ты просто не можешь справиться с этим. Вот куда несутся все? Вот на Марс они собрали. Давайте я вас разочарую. Пилят деньги. Ей-богу. Когда они полетят на Марс, произойдет следующее. Нет никаких экспериментов биологических, которые проходили бы в открытом космосе. Вот это, я боюсь, нельзя пускать в эфир. Мы ничего не знаем про это. Все биологические эксперименты идут в тех зонах космоса, где поле Земли охраняет нас от жесткого излучения. Там начинается излучение, которое рубит насмерть. Понимаете, они к моменту, эти ребята, которые яблони цвести, чтобы стали на Марсе, которые туда поедут, к моменту подлета, у них не будет лобных долей. Понимаете? Они будут просто биологической тканью. Они не будут людьми сознательно. Какого черта лететь? Вы мне можете объяснить? Зачем лететь? Роботы пусть летят. Если их удастся защитить. Ну, их вроде уда... Ведь там же уже работают аппараты. Зачем туда... Человек-то зачем? Что он там делать собрался? Жесткое излучение. Я, разумеется, спрашивала. А что, защиту нельзя сделать на корабле? Оказывается, что нельзя. Потому что туда нужно загнать, скажем, я не знаю, там, 5 кило свинца. Что? Ну, невозможно запустить это. Ну, в общем, нельзя, короче говоря. Там, на случай каких-то очень активного солнца в этом смысле, у них какая-то будет там клеть действительно с защитой. Но не два же года они в этой клети сидеть-то будут. Это только когда какие-то, ну, особо активное солнце. То есть даже это, понимаете, у нас как бы препятствия такие даже технические есть. Что туда нестись? А уж тем более там вообще в какие-то другие миры. Что ты там делать собрался? Вот психологически. Ты даже не знаешь, что живое, что неживое. Общаться вы с ними собрались? А с комаром слабо? Никуда не надо лететь. Беседуйте на здоровье. То есть как общаться? Ведь для этого нужен код. Код. Где он, этот код? Он же не расшифровывается, потому что другой мир. С осьминогом. Как говорить? Еще мы с котами, с этими, с собаками. Так мы с ними живем вместе сколько тысячелетий. Уже другая история. А вы возьмите другую какую-нибудь. Опять же студентов пугаю, я замолчу. Говорю инопланетяне, говорю, давно прилетели. Их зовут ОРЗ. Их цель какая? Получить энергию для жизни. Вы получили вот здесь сидят и едят. Все эти вирусы там. Ну это я, конечно, дурака валяю. Но я имею в виду, что нам что кто-нибудь обещал? Что они будут с руками, ногами, головами? Что они будут в нашем поле зрения? Что у них будут глаза? Что у них будут уши? Что они будут говорить? Нам кто что обещал? Нам никто ничего не обещал. Может они здесь летают? Их здесь куча. Только мы не совпадаем по диапазонам. И может они про нас чего и знают, а мы про них точно нет. Ну в общем, финал таков, мои пламенные речи. Что основные опасности находятся таки у нас в голове. Если мы сможем свою голову сохранить, тогда у нас еще есть какие-то шансы. Но мы стремительно движемся в сторону другую. Вот это, по-моему, опасная вещь такая. И еще так живем, как будто нам есть куда уехать. Вот мы живем, как будто кочевники, да, вот здесь все испортили. Но у нас другое поле есть. Пошли на другое. Где это поле? Поля-то нету. Вот нам, я уже сказала, видите, какая неприятность. В общем, да. На этой пугающей ноте нам придется завершить этот вечер, потому что, к сожалению, закрывается музей. Может быть, если какие-то еще есть вопросы, то Татьяна Владимировна сможет ответить на них в частном порядке уже. Спасибо вам. Следите за новостями в Техническом музее. Спасибо вам, что слушали. Спасибо.